Друзья, всем привет! Нашел у себя в закромах вот такие старые зажигалки. Некоторые из них уже не работают, но прежде чем выбрасывать, можно попробовать сделать какую-нибудь полезную самоделочку. Одну из самоделочек мы сегодня сделаем, и также покажу очень интересный лайфхак. Чтобы сделать самоделочку, нам нужно разобрать зажигалку. Снимаем защитный кожух металлический. Затем нам нужно снять колесико. Колесико вытаскиваем осторожно. Может вылететь пружинка и кремень. Достали колесико. Теперь достаем пружинку. Снимаем вот эту часть. И теперь выкручиваем. Все. Эту часть мы пока отложим в стороночку. Про нее чуть позже поговорим. Теперь нам нужно разобрать колесико. Снять боковые части. Это нетрудно. Зажимаем одними плоскогубцами. И другими снимаем. Теперь зажимаем колесико. И снимаем с другой стороны. Все сняли. Нам нужна вот эта часть. Часто работаю с гравером. И в комплекте идут различные насадки. Одна из них идет вот такая. Применяется она для того, чтобы на нее крепить вот такие шлифовальные круги. Эта насадочка нам и пригодится. Откручиваем винт. И устанавливаем наше колесико на этот винт. Все. И закрепляем. В результате у нас получилась вот такая бюджетная шарошка. И сейчас ее попробуем в деле. Итак, первое, на чем попробуем нашу шарошку, это дерево. Как видим, с деревом справилась нура. Дальше взял вот такой кусок полипропиленовой трубы. Попробуем ее. Дальше взял вот такой шарошку. Как видим, с пластмассой справилась тоже нура. Так, ну и давай что-нибудь посерьезнее возьмем. Взял вот такой кусочек алюминия у меня есть. И попробуем сейчас на нем поработать. Как видим, с алюминием. Тоже справляется хорошо. Что касается колесико, то как мы видим, оно у нас в целости и сохранности. Местами чуть-чуть забилось алюминием, но это ничего страшного. Так, ну если уж пошло такое дело, а есть у меня вот такой кусок железа, и здесь с одной стороны, как мы видим, не снята фаска. Есть заусенец. И сейчас попробуем нашей шарошкой снять этот заусенец. Как видим, с железом наша шарошка тоже хорошо справляется. Конечно, трубу ей перерезать не получится, но для каких-то мелких работах она будет просто незаменима. И как мы видим, колесико наше в целости и сохранности. Друзья, вот такая полезная самоделочка у нас получилась. Можно сказать, бесплатный инструмент, бесплатная шарошка. Я думаю, у многих есть пустые зажигалки, которые мы после использования выбрасываем. А здесь оказывается, что можно сделать полезную самоделочку. Также хотел сказать по поводу колесика. В данном колесике зацеп идет в одну сторону. И если вы не установите неправильно колесико, то при включении гравера он материал снимать не будет. Если вы его перевернете другой стороной и включите, то шарошка будет уже работать на отлично. Будет любой материал снимать, как вы и видели. Что касается остальных деталек, то я думаю, им тоже можно найти применение. К примеру, пружину кто-то мне говорил, что можно использовать при восстановлении трещотки микрометра. Также где-то в моделировании можно использовать данные пружинки. Что касается клапана зажигалки, то здесь имеется небольшое резиновое колечко. Сейчас мы его снимем. Вот какие размеры он имеет. Вот какие он размеры имеет. Данные колечки можно использовать, к примеру, при ремонте пневматического оружия. Или кто занимается машинками, собирает бензиновые машинки. Вот там тоже могут применяться такие резиновые небольшие колечки. Теперь покажу небольшой лайфхак с зажигалкой. Понадобится сама зажигалка, игла от шприца и вот такая ушная палочка. Для начала обрезаем вот эту палочку. Теперь палочку вставляем в иглу. Вот таким образом. И все сажаем на термоклей. Ждем пока высохнет. После того, как высох клей, нужно обрезать трубочку покороче. Где-то сантиметр приблизительно. Теперь одеваем иглу на нашу зажигалку. Она встает плотно. Все, наша самоделочка готова. И вот что у нас получилось. Теперь мы можем не бояться, что у нас в этом месте расплавится зажигалка. К примеру, где-то нам нужно очень долго посветить. И обычно, когда мы долго светим, здесь все плавится. Здесь же, как мы видим, она может гореть очень-очень долго и с ней ничего не случится. Также при помощи данной самоделки легко, допустим, зажигать газ. Мы палец близко к огню не подносим. Это тоже будет большим плюсом. Вот такой вот лайфхак. Друзья, я думаю, многие сталкивались с такой проблемой, особенно в походе. Нужно разжечь костер. Есть бумага для разжига. А когда начинаем поджигать, понимаем, что у нас закончился газ. Здесь тоже есть выход. Для начала нам нужно потихонечку покрутить колесиком, чтобы не было искр. У нас на бумажке будут образовываться частицы кремния. Только чтобы не было искр. Как мы видим, вот у нас здесь собрались крупинки кремния. Теперь это все собираем в кучку. И искрой направляем сюда же. Как видим, наша бумажка загорелась. Друзья, вот такой вот получился рабочий лайфхак. Как вы видели, зажигалка у нас не работает, газа нет. Но все равно мы смогли разжечь нашу бумажку. Друзья, вот что можно сделать из старых зажигалок. Напишите в комментариях, какая вам идея понравилась больше, какая меньше. Всегда рад вас выслушать и ответить на ваши комментарии. Ну а мы на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч.